Новогодние праздники прошли и самое время убрать на антресоле свою искусственную елку. И если она у вас была живая, то правильно ее утилизировать. Как же это сделать? Очень просто. Примите участие в действительно полезной акции «Подари елке вторую жизнь». Приносите новогодние деревья на специальные пункты приема. В городском округе Щелково в этом году их несколько. Адреса вы сейчас можете увидеть на ваших экранах. Площадки оборудованы в микрорайоне Чкаловский, Медвежьих озерах, поселке Загорянский и Фрянова. Региональный оператор Харти отправит елки на переработку. Из них получится щепа, которая станет отличным удобрением для высадки новых деревьев в рамках уже другой экологической акции «Наш лес, посади свое дерево» в 2022 году. Также из части материала сделают фанеру, подходящую для элементов детских площадок. Эта акция была запущена порядка четырех лет назад в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Региональный оператор их централизованно транспортирует. У нас есть, скажем так, два места утилизации. Одно место – это наши партнеры зооферма «Мечта» находится в Богородском городском округе. Второе место утилизации – это компания «Карнашпан», переработчики древесины, которые как раз-таки и дают вторую жизнь также данным елем. Акция «Подари елки вторую жизнь» будет длиться целый месяц, а значит принести дерево на пункт приема можно будет и 15 февраля включительно. Уже сейчас многие жители активно используют возможность принести пользу окружающей среде. Так, на одной из площадок, которая располагается в микрорайоне Чикаловский, по улице Циолковского-3, уже скопилось множество елей. У нас есть в семье большая традиция. Мы каждый год покупаем елки в специальных пунктах продажи. И вот у нас есть такая традиция все время брать тяжелую елочку. И помимо того, что она радует нас в Новый год, еще я считаю, очень важно правильно утилизировать. И очень здорово, что есть такие замечательные пункты, где можно не просто выкинуть елку в мусорный контейнер, а отправить ее на дальнейшую переработку. Все адреса специально оборудованных площадок также можно посмотреть с помощью интерактивной карты на сайте управдом.рум. Продолжение следует...